Друзья, спасибо вам большое, что вы к нам пришли, зачем я сюда вышла, я вам скажу, что это первый раз, когда сообщество компании «Атласник» там приходит, то есть вот результаты, я понимаю, что многие из вас быстрые, сколько я вижу, зачем я про это говорю? Прежде всего, за тем, что у нас есть огромный ящик метап собакобилинг.ру, на который каждый из вас, кто захочет выступить на этой площадке, может написать и договориться об организации точно такого же или аналогичного метапа. На самом деле, метапы у нас проводятся регулярно, мы принимаем различные IT-сообщества города, также мы проводим собственные метапы, на которые приглашаем людей из IT. В общем, у нас бывает и 70 человек, так что у нас интересно, приходите, пишите. И пару слов, я думаю, что вы, наверное, знаете все, кто сегодня будет выступать. На следующий случай я все-таки скажу, что Гочет Семжидов, администратора класса с компанией IT-визи, поделится общими принципами ускорения Jira, расскажет о performance-30 для Jira и как ускориться без разработчика. И следующий наш спикер Ярослав Оставьев, руководитель разработки Исбербанк Технологий, расскажет о том, как не следует писать плагины для Jira и как ловить ошибки плагинов. Ну, давайте тогда начнем. Спасибо вам большое, Гончих. Слово вам. Так, здравствуйте еще раз, ребят. Я рад, что у нас наконец-то вторая встреча началась. Ну, я почему говорю «наконец-то» в плане того, что, как я понял, что в предыдущей разы только заканчивалось первым. Давайте это вот шаг вперед сделаем. Сегодня немножко поговорим о производительности Jira и почему без разработчика. Ну, я считаю, что разработчик дорогое удовольствие, поэтому давайте попробуем дешевым, самым дешевым способом начать оптимизацию свою. Вариаций очень множество, так как Jira гибкий продукт, изначально там проводят. Ну, план у меня такой. Есть клиентская часть, обратный прокси, то есть ревиз прокси. Ну, и возьмем платформенную часть, как мы назовем Jira. И я сейчас не буду рассказывать про сторону баф-данных, потому что времени хватит, и очень долго, и много холиварить будем. Ну, и немножко еще дешевых способов крыков. То мы могу пропустить, в принципе, почему? Потому что я уже на прошлый раз рассказывал о том, что мы есть ITVity. Мы смержились с три больших компаний, в которых еще были дочерние компании. Поэтому вы можете немного представить, что примерно около шести инградцев было от разных инстансов. Соответственно, немножко большая махина возникла. В смысле, немножко у большого махина. Немножко отрезать что-то, что-то улучшить, а где-то что-то подзабыть, для того, чтобы немножко быстрее работало. Такие вот дела. Ну, начнем с простого. Я просто иногда, когда мне люди говорят, что все работает медленно, Ну, я представляю самый простой вариант. Есть браузер и есть веб-сервер. Дальше как бы внутренняя культуры. Не лезем, ничего не делаем. Просто прикидываем. Хорошо. Что пораспределить? Без усложнений. Потому что дальше я буду детализировать, декомпозировать, как правильно говорят. Ну, первое, что я говорю, я как администратор говорю, а вы браузеры, как же, почистили, а у тебя действительно через Wi-Fi не сидишь. Такие глупые вопросы для того, чтобы исключить. Потому что реально этих таких вариантов бывает тоже с 10%. Ну, лично в моем опыте. Ну, кто-то говорит, что и больше, ну, я не знаю. Ну, такая вот ситуация. Соответственно, я говорю, хорошо, у тебя, говорят, медленно работает. А на каких запросах, что и как? Ну, пожалуйста, дай мне какое-то подтверждение, побольше информации. Hard-файл, PHP-актив, посредством него я могу посмотреть, я говорю, давай мне. Эй, получай этот Hard-файл, потому что клиенты в разных местах, в разных странах бывают. То есть через разные интернеты действительно разные устройства выходят, что порой бывает тяжело. Чтобы понять, сеть, моя сторона или же вообще клиентская часть. Вот, вот, ты говоришь, ну, хорошо. А далее информация, вот, Network Relationship View от ниш-софта, ну, если у тебя была бинда, либо вдавательным плотером, либо простыми пингами, рассетками, дальними трейс-роутами. Информация о том, что, как ты добираешься до меня, сколько времени, что ты тратишь, чтобы выкинуть. Ну, и немножко, если там у меня Jira или какой-либо инстанс, у меня просто на прошлом, мой прошлый опыт связан с Jira, который отточит наружу. Соответственно, я много оптимизирую посредством Google Page Speed Tools. Это реально удобно. Почему? Потому что вилл нужный адрес, ты уже сразу смотришь. Также люблю SSL Labs, где я просто проверяю уже, как настроить правильно, SSL был настроен, как лучше улучшить. Ну, и, естественно, Хаббер помогает очень часто. Хорошо. Итак, мы получили всю эту информацию, немножко уже понимаем, какие-то там, бывают то, что адлоны на стороне браузера, все это хорошо, все можно закрыть, отключить, все меньше и меньше таких вопросов на отсюда. Так, мы поняли, что это на стороне Jira. Что мы можем делать? Частую, реально оптимизация запросов в Jira бывает. Почему? Потому что, честно вам скажу, бывают люди, которые в Jira пишут текст, в пазе оператор и две буквы прописывают, и, естественно, очень долго о которой можно отвечать. Ну, сразу ты думаешь, у тебя индексы, либо, может быть, как-то слишком встречаем, потому что у него выбор прямо очень большой, как он в Google ходит. Ну, один из вариантов. Бывает то, что с репортами, почему сами пишем кастомные репорты, они дольше рендерятся, 504 порой, может, на Redux Proxy приходится дополнительно прописывать некий тайм-аут для прокси тайм-аут, для того, чтобы дать дать ответа. Ну, иногда бывает, что кнопки нажимают, ожидают слишком много постфункции на педали, образом там закинут несколько условий, давайте посмотрим. И часто бывает еще с валидатами. Ну, честно, я там валидатку писал, но там накосячен, честно, появилась ошибочка, что это начало замедлять. Ну, исправился, сделал. Ну, и часто бывает, что кто-то использует баннеры, JS-included, пишут на JavaScript, чтобы немножко оптимизировать, все это хорошо, но зачастую бывает, кто-то начинает include старый jQuery, либо новый, что-то начинает конфликтовать, и это начинает в некую ошибочку вникать. Вот, если есть сразу вопросы, давайте сразу общаться. Почему? Потому что я считаю, что наша часть должна быть построена на общении и на одном опытом. Потому что, ну, мои... Я, как я там полагаю, что мои методы, они не являются каким-то уникальным, ничего такого нету, я просто смотрю в YouTube канал Highload, смотрю, как будут другие дела, читаю также Hover, читаю там некоторых блогеров и пытаюсь и пробую, смотрю, мне идет, и если да, идет, инкрементирую. Если не идет, ну, увы, нет. Вот, ну, соответственно, источечный вариант, я как я рассказал, глобальная часть, мы смотрим, операционные системы, что там вообще она up-to-date, что порой может быть там, CP5 у него там улучшен или нет, может быть ошибки, ну, чтобы метрики ставить. Естественно, первое, что нужно делать, снимать метрики. Я просто это отпустил, почему-то, потому что я думаю, что каждый из вас уже снимает метрики, да и сам Clasin уже предлагает из-под коробки достаточный метрик, и даже утилит свои абсоиды предоставляет для того, чтобы можно онлайн анализировать. Ну, это весьма все слогин. Ну, в обратном прокси мы можем что-то поставить, ну, сам там как, ну, кто-то, знаете, в G-8, зная, что использует G-ROM. Ну, и в сторону баш-дамы там у людей. Вот. Ну, что я сделал? Самое из таких глобальных интересных, это G-ROM. Что это дает? Было 3 TCP-соединений для того, чтобы начать уже коннекты создавать. Ну, мне, например, 1 TCP-соединение нужно, и еще плюс у вас браузер 8 TCP-соединений поддерживает, ну, если вы зайдете, например, на Firefox, в конфигах сразу увидите, что G-O 8 и G-O 6, в разных версиях чуть поразвать написано, соответственно, вы можете увеличить. Об этом я чуть попозже расскажу, что можно увеличить. Но в целом, в принципе, вы можете посмотреть, что за счет улучшив NNX, Симплимитировал, потому что на Ardhat'е 7 сразу не используется, я собрал WebCon пакет, коллеги, я настоял, чтобы WebCon пакет был. Ну, на самом деле, я из совцов собирал, рад, потому что сам Lakers, все работает good, действительно хорошо. Я рекомендую еще Z-Clip'у последнюю использовать, что сжатие H-Pack у вас будет лучше работать. Ну, представим, что вам не дают NNX, ну, up-to-date сделать, ну, с использованием последнего, помню, серия. Что делать? Ну, вот как раз таки на стороне браузера Firefox и NNX, можно выставить больше числа. Ну, тут я просто скриншотик снял, где один чувак просто по максимуму выставлял, ну, пожалуйста, там сильно не надо так максимизировать. Почему? Потому что после этого анализировать, что действительно произошло очень тяжело. Ну, в пределах разума, в принципе, там до 12 можно увеличить хорошо, я проверял нормально. Вот, ну, внизу, вот, в каждом сайте я буду стараться выставлять URL, в котором некоторые ссылки о том, что делают. Fastly, это компания CDN представляет, они говорят, что по их исследованию HTTP2 не всегда хорошо, потому что многие сайты не оптимизированы. А в предыдущем сайте, если ты внизу посмотрите, будет рассказано о том, как оптимизировать веб-сайты HTTP2, потому что, я как адвоксайты использую, для меня Jira это просто веб-сайт, просто написано на Java, ну, хорошо на Java, на Java, на Java, на Java, на чем угодно могут написать, если захотят. Поэтому уровень приложения, как это работает, смотрим как это оптимизировано. В целом, я с ними не согласен, почему, потому что на тесты у меня их предположения не воспроизвелись, но их ответы имеют место быть, если я являюсь самим атласеном. Почему? Потому что они инвестируют, в принципе, CDN. Ну, так как, говорят, сами разработчики, они немножко видимо какие-то дополнительные функционалы. Об этом я точно не могу ответить, но я просто смотрел, чтобы видеть запросы дополнительных по сторонам CDN, через CDN, как проходят. Вот. Ну, самый вариант, на разном RelicsProxy вы можете, по словам, Apache, NNX, закэшировать. Я в одно время мертвого кэшировал, буквально несколько месяцев назад мертвого кэшировал, из-за того, что я там сам час обновлял, забывал, ошибался в том, что на лишнее время закэшировал, потом долго искал ошибки, думал, что где-то ошибка, а на самом деле потом бацет, магически все исчезал. Естественно же, это мертвые кэши, потому что ты фиксированную стратегию не принесешь, там, ап-свитчер ты кэшируешь, там, условно, на один месяц, потому что он, там, действительно, задний лист немного не меняет. Ну, да, ты под свои условия начинаешь гонять, в плане того, что, допустим, неделю там кэшируешь, там, часть иконок, что-то на месяц закидываешь, и это забывается. Я подумал, неужели нет такого, чтобы автоматизировано ты все кэшируешь, что-то может. На самом деле, оказывается, есть LNX PageSpeed модуль, есть такой. Я попробовал последний релиз, он у вас виден ли? Вот так, более-менее. Более-менее, да? Да, вот, я на последний релиз протестил, вот если посмотрите по результатам, он очень даже хорошо работает. Ну, я просто специально взял, скрыл дашборд, потому что дашборд, там есть синхронные запросы на сторонний сервис, поэтому у нас чуть-чуть медленно, ну, медленно, это около 4, а 2 секунды. Ну, 2 секунды, дороговасенькая операция, соответственно. А, в принципе, эту часть очень хорошо отрабатывает, последние 3-2 показывает. Поэтому рекомендую попробовать. Там очень большой мануал, я сам из них, наверное, процентов 20-30 поюзал, потому что я просто пока радуюсь и радуюсь тому, что там стоит есть, демонтировать, ну, надо тестить, еще и тестить. Но, так как у меня не такой уж хайлоуд, хайлоуд, по-моему, понимаем, начиная с, когда отсутствует бюджет, нам нужно быстрее и быстрее. Но, поэтому пока у меня хайлоуда нету, и клиентов у меня не так уж много, и бюджета там мелкая. Нужно, чтобы хотя бы там очень много было. Вот. Ну, соответственно, мы всю эту клиентскую часть немножко сделали, чтобы скинуть лишние запросы, которые не являются остальные. Теперь давайте перейдем к серверной части у нас. Ну, может быть, у нас, по крайней мере, по-сторону всего, разная ревиз-прокси, там, соответственно, что это внутрь входит в подграву. Используется хель седьмой. Ничего такого сверхъестественного в моем понимании. Почему? Потому что можно, в принципе, если вы хотите, то разделить их. Ну, лично мы используем в одной виртуалке. Все в одном. Почему? Просто как взял, забэкапил, восстановил это очень быстро, легко. И данные все в одной памяти. Просто ты больше памяти делаешь и фишируешь. Соответственно, виртар, ну, по крайней мере, все мы настроили таким образом, что все фиширует впосредственном праве. Всем все это в памяти пишется. Так что не надо париться. Даже ранние трюки, как я давно делал там, рамбиски, это уже как-то нет смысла. То есть все уже продумано, задумано. Соответственно, ну, первое то, что я бы хотел, рекомендовал бы, пытаемся держать все latest, the greatest. Почему? Ну, потому что, допустим, mainline.nx, если вы посмотрите видео Максима Дудина, в котором он рассказывает о том, что какие новые питчи появились, как каково с upstream, как можно дополнительно маппинг делать. Ну, соответственно, за счет последних вещей действительно они быстрее, лучше, интереснее. В том как я используюсь с подкоробки, в принципе, у меня большая есть идея вообще его там обновлять, ну, не использовать подкоробки на Java, если она там, возможно, восьмая, ну, и по минорным вещам пытаюсь максимально, но, естественно, читаю релизно, то есть, что там говорится, если по релизно там говорится, там что там лучше стало, действительно можете обновляться. Ну, и еще, как бы, каждый из компонентов можно подразделять или под библиотеки, допустим, тут же либо обновить можно под последних, то есть на open SSL, тут на повторяющие, ну, если у вас SSL у вас терминируется, соответственно, вы можете уже дополнительные модули делать, но тоже с модулями не надо злорастаться, так как чем больше модулей, тем медленно становится та же плагинная система, как уже, та же боль начнется. Вот. Ну, я вам скажу, если спектресы, ну, в течение не правильно спектресы, те логи, корки, все вы будете отправлять на Nginx, она намного проще сделана, Nginx-T большая, у вас весь конфиг отправляется в mainline версии, это очень, очень удобно стало. потому что иногда в разных местах закидаешь, о своей конфиге забываешь, как это сделать, как восстановить, не ходить по ссылочкам, пытаться вспомнить, что Nginx-T большая, все показывает, все хорошо. с Java 8. Нормально. Ну, давайте посмотрим другие доклады. Почему я говорю другие доклады? Silentworks'а Андрей Марионов, вот там ссылочка на его презентацию, он ранее работал в Яндексе, много рассказывал о том, как он оптимизировал, потому что кодовую базу на самом деле не сильно много еще поменялось, исключая там многих методов, возможностей доставать те или иные классы, но вот так, в целом остается так же. ThreadPool'ы смотрим, Garbage Collector, так как на agile у нас написано, решить смотрим, Log Contextion'а, ну и баги. Баги, действительно, вот допустим, все вы в курсе, наверное, 7.2.8 последняя недавно появилась, 7.2.6 до декабря, допустим, она очень много improvement в плане performance предоставил. Ну, многие разработчики, Ярослав, наверное, знает о том, что сначала разработчики делают фичи, потом баги, а потом еще оптимизируют. Как бы это все в одном копии вы сразу не можете сделать, поэтому, видимо, мне как администратор приходится читать и понимать, что 7.2 это уже под performance, 7.0 была фича, 7.1 это баги были, ну, видимо, в таком режиме я могу делать. Ну, соответственно, для того, чтобы серверную часть все оптимизировать, я всегда сам пытаюсь проходить по мани-вендорам. Я там зашовкатил, там предлагается диск спиды проверить, лог-анализатором по аксесс-логов уже посмотреть, насколько у вас чем месяца, как запросы идут. Ну, сразу графики уже в оффлайне вы можете получать, если у вас там нету графана и чего-либо другого. Ну, в противном случае, конечно же, графана. Ну, на уровне еще логов вы можете елку поставить, classic search, rock search и kibana, ну, или что-нибудь подобное, для того, чтобы те иные меточки ловить, флажки. Ну, соответственно, support-dip часто помогает, thread-dump я оттуда достаю. Почему? Потому что быстро и легко. Не надо там лезть куда-то концерков с булешки. Вот. Раньше я там Visual GM использовал для того, чтобы анализировать. Ну, в последнее время настолько развенился, мне очень понравился сервис DCEasy.io. Очень хорош с тем, что я закидываю нужные DCLock'и, то я получаю просто, я вот, допустим, недавно, там, февральские данные, я вижу, что у меня полный garbage collector был. Ну, это беда для меня. Ну, потому что практически бывает понятно, что в the world начинается. Действительно, примерно 6 секунд. Около 6 секунд была полная сборка. Но это нехорошо. 6 секунд 700 миллисекунд. А в среднем, если 100 миллисекунд, это беда, в данном случае это беда. Соответственно, тут мы клеточки, как включить DCL, для того, чтобы в афан режиме мы могли сделать. Да? То есть, то, что вы отказываете, что это вы говорите? Какой мы говорим, что это вы говорите? Ты имеешь в виду стратегию, да? Да. А стратегию чуть дальше я расскажу, но я вообще, это J1 использую. Почему J1? Потому что он последний. Пробовал... Ну, смотрите. Я смотрел разные метки, разные вариации. В параллели к ICL, ну, подобное лучше не слой, потому что, опять, у нас, получается, остается CMS и J1. И его можно миксовать. Ну, стратегии. Хорошо. Но вообще, в целом, вы все, может быть, знаете, что больше у вас 4 гига у вас хик начинается. Не надо уже порываться с CMS. Фигачем J1. Это последнее. И более лучше. Да, мы проигрываем во фигментации, но у вас жирный хип. Почему вы не постоянно попробовали? Если мелкие у вас на Elasticsearchе используются, у вас CMS. Этого достаточно. Вот. Так что, поэтому, J1. Какие вот дела? Ну, G100 можно данные получились. Что еще я немного словил. То, что аллокация увеличена. Чем было, пытаюсь понять. В принципе, до этого я вижу, что метаспейс подскакивает. Но я параметры не подсказываю, почему скриншотинг сделают такие. Вот. Ну, пытаюсь за счет тех или иных уже сервисов. Я, как бы, говорил в соц. следующее. Я использовал GCPlot, использую. Тут побольше возможностей, но он помедленненький, если честно. Ну, по интересней графике ты можешь уже сопоставлять побольше и какие вещи уловить. Какую вот стратегию мы выбрали? В конечном итоге я пришел к J1. По умолчанию я на 200 мили пауз на Elasticsearchе явно указал для чего. Потому что в случае чего я мог сразу понимать, что если это у меня недостаточно, уменьшать только по чуть-чуть. Ну, так как у меня жирный хип, почему мне 70% не начать? Так как я часто слышал такие рассказы о том, что на разных биржах используется большой-большой хип на течение суток для того, чтобы Stull the World не было и отработано. Ну, естественно, тут вот это надо писать. В принципе, если мы слишком большой хип используем, имеется ввиду хип, но если у нас Po не используют несколько раз, оно не будет смысленно. Но в целом мне 70% достаточно по умолчанию, как я помню, 45% или 40% А? 40? Ну вот, 40. Я помню чуть меньше 50. Резервирую код кэш. Был косяк с одним плагеном, я не помню. Там, на самом деле, код кэш поднимался. Метаспейс... Метаспейс сайз явно оказывается 6 из 4, он просто алацовется с минимальным по чуть-чуть. Лишнее, как бы, увеличение, это дорогостроящая операция, почему бы не начать с ним на том. Под это прохожу, результат получаю меньше секунды, 6... короче, 590 миллисекунд. Ну, кто-то бы мне сказал, что это вообще конец света, это очень плохо и медленно. Ну, не знаю. Мне кажется, какой-то сайт типа Jira для корпоративного внутреннего с блокноузным downtime нормальный. Вот. А до школы исходите в полночайник, да? А? А когда запускается гарбидж проект, например, на нормальный... Я... Я... По-моему, молчайник поставил. На самом деле, вот такая тема. Ты начинаешь настроить, настроить. Дошел до кого-то, обновил, ну, допустим, Jira или несколько плагинов, у тебя все медленно, все залетело. Что за ерунда? И ты ставишь, условно говоря, гарбидж ванку и думаешь, у меня есть же, блин, все, выкидывай, давай снова просто гарбидж ванку. Все работает. Все лучше стало. Что за фигня? На самом деле, если до предыдущего прийти... Я вот как раз таки готовлюсь на стэше. Обнаружил такую тему, что, как у нас там замиксованная стратегия, у нас на самом деле получилось так, что он начинает больше, там, один успевает быстрее срабатывать, и он начинает лишний раз съедать. А это вот бессмысленно. Поэтому я поставил гарбидж ванку и он просто взлетел. То есть никакого просто надо... Потому что разработчики реально за меня все продумывали. Потому что много людей думают над тем, что... Просто единственное, что нужно делать, держать все up-to-date и просто понимать, что нужно, что происходит. И все. Ничего такого. Ну так как у нас это веб-серверхи и катание сервера, соответственно, на том карте enable lookouts files, потому что зачем мне то, что приходит между Nginx и тонкатом лукапы поднимать. Бывает, что у кого-то стоит в тру, сложен. И на результат зачем тратить время. Ну это... Кто-то может зафешировать. А зачем кэшировать, если... В принципе, оставил ложок, если оно не нужно. Просто нужно понять, для чего это нужно будет. Какие какие-то... Время сессии... Я просто... Было уже рано иногда, что кто-то стоит 4 часа. В принципе, по логике удобно. Поставил 8 часов. 8 часов нормально. Но иногда я сейчас вообще на 10 часов поставил, чтобы лишнее не держать, но при этом поставить. Но при этом я знаю ребят, Clear Vision, как говорится, эксперт Абласен, они вообще стоят 30 дней сессии. Вообще, на самом деле, как-то ВКонтакте можно сделать. Там очень просто долго длится сессия. Вот интересно, сколько в несколько месяцев. Это я точно могу сказать. Вот. Так как, если вы помните, по стандартам Мани, анализировать диск, диск скиды, вы именно это все проверяете, где у нас личина проиндексирована. Соответственно, что на самом деле личина делает? Что там? Ничего такого сверхъестественного. Там индексирует. Что мы можем проанализировать, где, как происходит, посредством люка. Люк, это open source проект. Вы можете подкачать и посмотреть, что действительно, как хранятся. На самом деле, это актемповские вещи. Смотрел, потому что темпы они отдельные. По Giga Home Director сделали свои кэши. Не кэши, индексы. Вот. Есть такая тема, что Jammin, кто там, разработчик этого скриптрана? Нет. Jammin. Из адаптивиста. Он в одно время предлагал just simplify your permissions, о котором он говорил, что если мы, ну все мы знаем, что Giga использует Seraph и то, чтобы аутентификацию производить. Следовательно, это у нас подтягивается. А если мы сделаем открытую? Ну если у нас внутри сети используется, и в семье не используется, в семье должна быть не видна, почему бы не сделать открытую? И тогда мы получим огромный прирост. Потому что нет дополнительных условий для проверок на тот или иной рендеринг. Вот. Ну, я придерживаюсь другого метода. Я старый проект, ну то есть все, что старое, я создаю и эмигрирую в старые проекты, закрываю их в архив. И иногда только на чтении, в случае для репортов, открываю. Этот метод намного проще для меня и быстрее. И еще, допустим, пытаюсь в первейшем схемах использовать там только ролик, что порой бывает лучше. Но в плане, чтобы достать информацию, кто-то говорит, что и использовать группы быстрее. Ну, надо уже тестить именно на больших проектах, где очень много группы и пользователей, и… Ну, прияруйте лучше. Можете получить такой вопрос? Я знаю, что ты сейчас сразу на меня ответишь. Ага. Примерно. Знаешь ли ты про примерные требования числа рассадки по перфомансу с увеличением количества рассадков в групп, проектов и прочих существ? Я на счет этого общался в LinkedIn, в группе Jury Performance, как это так называлось. Там чуваки из Autodesk, они… у них… А, да-да-да, я с ними там и общался. Ситуация была какая, мне нужно было географически распределенно держать, и я начал людей спрашивать, как же стендалон версию сделать так, чтобы они в разных странах могли быстро отдаваться. Как бы как раз с хендшейками, чтобы не мучиться, и пусть еще выше уровнем. И я начал людей спрашивать, и ребята с Autodesk сказали, что у них вообще стендалон стоит, у них просадка по перфомансу начиналась. Они даже в комментах прописывали о том, что с двух миллионов, с полутора миллионов, на шестерке шесть четыре версии уже началось просаживаться. А насчет еще дополнительных custom field стандартные они стараются использовать. Почему? Потому что собственные написанные custom field у них уже заранее начинают держать. То есть примерно с количеством. Но конкретных цифр я тебе не подскажу. Почему? Потому что я не помню. И как бы если бы я… У меня много инстинсов и много статистики было, я бы мог бы ответить. Но в целом, надо понимать, надо держать их в минимальном количестве, правильно использовать потерянные field схемы, и тогда будет все хорошо. Вот такого вот дела. Насчет пользователей. Пользователи стараются неактивными делать, выкидывать из разных групп, что это лишняя трата, лишняя память, лишние запросы. Вот такого рода. Ну, постараются уменьшить либо нормализировать компоненты, или фикс-версии. Потому что есть люди, которые компоненты могут просто гигантское количество закидывать в данных и удивляться, почему они там медленно, но интересно. Но компоненты не под это сделаны. Надо их тоже понимать. Ну, условно говоря, надо понимать то, что как Jira изначально для чего была создана, пытаться под нее делать. А потом пытаться свои нюансы изменить его. Просто зачастую бывают люди, которые любят использовать Jira. Jira гибко. Человеку спрашивают, допустим, у администратора, кто реализует, или разработчика этого прикладного, допустим, и говорят, у нас у вас гибко. 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 Говорят, вот так-так сможет сделать, как, допустим, в той нашей CRM-системе или что-нибудь такое. Ну, с точки зрения реализации, на самом деле, гибно вопрос. Сделать-то фигня. Дальше пользоваться, как вы будете, я не знаю. Ну, вот. Может быть, надо немножко мнение поменять, это уже мышление. Часто бывают еще косячки с мейлхендлерами. У нас есть кассный мейлхендлер, точнее, их три штуки. Когда много мейлов, парсится. Мое первое желание, ну, допустим, сегодня я прополил, что в течение, ну, некоторого времени, 800, точнее, около 900 задач было создано undelubed. Ender email. То есть, условно, было отправлено пользоваться это сообщение, а ему отдача пришла, а этот просто взял и создал email. И эти ищи находятся в открытом состоянии, люди почему-то его не выкрывают, ничего не делают. В общем, только такого не стоит делать. Я просто сделал по-дурацки, может быть, но я взял просто на уровне mailbox, который идет, куда приходит. Там уже поставил все фильтры. Почему? Зачем мне нужно долларов привидовать и пасингом заниматься? То есть, он вот там займется, где более-менее чистые данные куда-то дальше, я там более-менее с чистыми данными еще немного почищу. Но насчет дальше еще чистить, естественно, почему-то мейлхендлер взял и прописал, там, не 60 мегабайт, там, а дальше использовать. Извините, ребят, 3 мегабайта этого достаточно. Ну, если вы хотите, вот, действительно, это вам нужно тачи, пожалуйста, заходите на дыру и через веб-ку загружайте. Это намного проще, удобней, еще плюс еще заниматься тем, что под крабной клиентой правильно пасит все деньги. Вот так вот, благодарю за внимание. Ваши вопросы, поделитесь, пожалуйста, вашими идеями, что вы можете сделать. Я вот могу еще, чтобы сюда ехал, я на самом деле не все рассказал, потому что у меня долгая была война с Postgres'ом, MySQL'ом. Ну, на самом деле, тоже, я начинаю обычно как делать MySQLTuner.pl, Перловый в скрипе есть, в хабе он там валяется. В общем, в итоге, там, с него начинаешь накидывать, а потом читаешь, что тебе дальше нужно сделать. Ну, нужные ресурсы осваиваешь, а потом дальше нужно что-то будет поднять, а потом начинаешь уже QueryCash'ом заниматься. То есть, уже там занятия по чуть-чуть, по чуть-чуть начинаешь свиннику. Пожалуйста, конечно же, мониторинг. Можно два мониторинга. Если честно, когда слишком много мониторинга, но не те метки, это тоже плохо. Этим тоже долго боюсь. Вот. Что из такого интересного? Ну, как я вначале говорил, дешевые трюки, с плавильной частью, допустим, Tempo, да? Там мы предлагали внутренний проект сделать, или там, заболело прописать, вот это сделать. Что-то у нас в компании все слишком много лоббирует, в одной мыши получилось так, что, ну, гигантское количество ворклогов. Просто гигантское. Я написал этот чувакам в Tempo, кто-то сказал, что это сторона Атласин, Атласин пусть пытается решать, но пока делал, ну, некий воркараунд сделать, допустим, засплитить несколько выше, допустим, больничный, условно говоря. Мы делаем больничный, первый квартал 2016 года, если много делаем. И, да, просто я посредством скриптранера иногда базу сразу перемещаю, и индексирую этот проект, это быстро и легко. И за счет этого я получаю действительно быстрее возможности делать явление. Но, самое интересное, ведь им хаус китингом надо заниматься. Ну, давай. Короче, клинапом надо заниматься, получается. Почему? Потому что, я вот вам говорю, и сразу, я вспомнив это, я вспоминаю, что мне пора уже там сплитинг сделать, потому что у ребят уже, видимо, сейчас просадочка начнется, и они нескоро начнут ругаться о том, что я не могу залагировать время, там больничный, там генерал админ, там говорят, что там общие комфорты, то же самое веще. Вот так вот. Вопросы? Про большое количество футбок-клобов вы не сталкивались с тем, что таймшит, я не знаю, вы его не используете? Да. Вот у него вешаются отчеты на большом количестве футбок-клобов. То есть там проектор, например, формируешь за полгода, и он просто вешается 502. 502 у вас, скажите, пожалуйста, у вас используется какая фиктура? Да, за NGX уже G, да? Хорошо. Теперь другой вопрос. 502 кто отдает? Скорее всего NGX. Вы предлагаете увеличивать сессию, да? Ну, я просто тайм-аут увеличил, и все. У меня такое было, я просто банально тайм-аут увеличил, что я уже рассказал. Соответственно. Я понимаю, вы используете G, как полноценную систему кайп-шителю. С репортами, в больничных отпусках, все у вас как то есть. А не мог бы тогда на следующий аук-митинге собрать, подготовить эту докладку, было бы интересно? Было бы интересно, как полностью все это лагировать. То есть, да, как у вас происходит на этот процесс? Да нет, нет. То есть, используя G, как система кайп-шителю? В принципе, да, но мне порой кажется, вы знаете, как другие дела, потому что... А ты начни! То есть, если выяснили, мы пытаемся от этого уйти, и говорим, что это не система тайм-шителю. Мы не хотим, чтобы она снова третит системы. Вы даже классные слова, тайм-трекинг. Да. Мы говорим, что это система тайм-трекинг. А не хочу тебя. Разница зависит. Хорошо. Надо считать команду, и не надо денег пересчитать. Да. Ну, просто, блин, я чувствую, кажется, вам пытаются тоже все сделать, все закинуть в одну систему. Пытаются. Пытаются. Или заставляют. Ну, я же не знаю. Бывают разные ситуации. Надо завтра сделать, иначе у нас квартальный план будет прогореть. Такого рода. Вот такие вот дела. Привет, ребята. Привет. Еще вопросы? Может быть, какие-то интересные идеи у нас есть, чтобы использовать, чтобы было бы лучше? Можешь попросить? Да. А я вот слышу, вы догадите, что используется виртуалка для Gira. Да. А было сравнение по железу с виртуалкой? Ну, соответственно, скорость увеличивается, если используется железо, или на виртуалках. Насчет этого, на самом деле, мне уже готово досталось уже на виртуалках, и я просто продолжил. Мне кажется, если хочешь переходить на железо, или хочешь остаться на Winger, я подумал, что, в принципе, Winger растет достаточно быстро, и, как бы, я понял, что так лучше, проще работать. И не было такого прямо сравнения. Просто нужно узнать, а вот сколько у вас пользователей? Ну, десять тысяч, пятьдесят тысяч, сто тысяч. Ну, зависит от институции просто. Какой институции? Ну, просто... Есть две тысячи, есть десять тысяч. У вас есть десять тысяч и две тысячи есть. И при этом у вас есть очень большое количество и шью, и всяких сетей, да? Ну, конечно. Ох... А с UBD какая? Мой спид. Массивком. А у вас кластер? Калера? Обычный. Стандалом. Стандалом. А как насчет... А проверяли дискспиды? Ну, просто... Я порой считаю, что не надо до железа делать, потому что... Ну, пять тысяч это не так уж много, потому что я там... когда ILO слушаешь, и ребят там умудряются максимум выжимать железо, и кто, кто на виртуалках делает такие вещи, внутри виртуала еще в докеру умудряются спускать. Как там? И поэтому, я думаю, что что-то я не так сделал, надо просто попробовать еще лучше почитать где-то. Я думаю, что... Вот. А у вас на железе? Ну, да, конечно. Железо. Ну, просто у меня есть предыдущая компания, у меня на железе было. Железо. Ну, в SSD все закинуло. Что-то все залетело. Я даже забыл, что дальше делать. Предложения другие. Просто смотрите. Swimware. А у нас что еще используется? Нетап. Нетап еще у нас кэширование. В SSD. Это по две стороны. То есть right row. За счет чего? Ну, в принципе, ничего такого не теряем. И достаточно памяти. То, что нудно за кэширование, память закидываешь, а по CPU, ну, при инстанции у нас не уменьшаешь. Фактически, на самом деле, не сильно CPU есть. Поэтому по обычным метрикам, именно так, распределенным, ничего не дать. Остаются только более тонкие тюнинги. А тонкие тюнинги, это нужные дополнительные метрики. А что именно смотреть у вас? Там треколы. И что-то там дальше смотреть. Такого рода. Просто я встречал людей, как по мнению настроить WMW, я подживаю процесс. А вот на самом деле, если вы посмотрите на этой страничке, Пройдемся по майне. Вот в этой майне тоже относится о том, как WMW настроить именно под дживо. На самом деле, там чутка просто настроили, ничего сильно сверхъестественного не надо было крутить, ничего так делать. Ну, а так, конечно, физический сервер, естественно, он там сможет ли у вас, он выдержит то, что вам приходят за количество запросов, ну, за 10 тысяч, 50 тысяч, может, из скриптов, что-то бомбились на ресторане. Ну, просто у меня еще была беда, то, что из таких хрени, что разработчики, ну, или люди, которые пытаются таймшитые делать, они говорили, мы сейчас сами с питоном подтянем, у нас, в принципе, уже готовое все есть, мы сейчас данные вытянем, они там в GPL запросах или в чем-то ошибутся, а у них прав достаточно, много, они начнут все просто считывать, из бешеной скорости или многих больших гэпов. Ну, я иногда просто ставлю в антенде, чувак, если это у тебя, допустим, плюс реагент какой-то, до свидания, либо маленькую скорость, или не буду выставлять, такого рода. Ничего сверхъестественного, все просто. Спасибо. Еще вопросы? Продолжение. Судя по всему, все. Передаю слово Ярославу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ